Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Светлана Морей. Светлана, расскажите, пожалуйста, о вашем творчестве, с чем вы сегодня сюда пришли. Ну, во-первых, я поэт, пишу стихи. Попав в Союз писателей, я увидела, что многие люди на свои стихи пишут музыку. И я тоже стала писать музыку. Ну, а раз появилась стихи и музыка, то я стала петь. Ну, а став петь, надо выступать. Это отличное решение, я с вами согласна. Светлана, скажите, пожалуйста, как давно вы пишете стихи? С детства. В школьные годы преподавательница по английскому языку заставляла переводы с английского на русский делать в стихах. И я писала стихи всему классу. Ну, к сожалению, другим ставили пятерки, а мне четверки. И когда мне ставили четверку, весь класс хохотал. Преподавательница не могла понять, почему же все смеются. А стихи все были мои. А почему вам ставили четверки, а им пятерки, как вы думаете? Потому что меня считали потенциальной четверочницей. Я была очень стеснительной. Робка всегда волновалась. Выходила и всегда волновалась. А люди думали, что я не знаю преподавателя. Но с этим я покончила после сорокового концерта. Сегодня у нас, кстати, как раз сорок первая вечеринка. Я попала. Да, мы точно попали. Ну что ж, а вас можно где-то послушать? Вот ваши стихи в интернете. Может быть, страничку у вас есть? В подсказниках у меня выложено стихов 70. А на фейсбуке я пишу публикации. Дело в том, что для меня большую сложность представлял компьютер. Я пять раз проходила компьютерные курсы и ничего не умела. Наконец, на шестой раз я пришла к очень талантливому педагогу. И он сказал, какая вы талантливая, как вы легко схватываете. Я же не сказала, что уже пять раз прошла курсы. Но он меня научил делать публикации. И я теперь о любом событии пишу на фейсбуке интересные публикации. Ну что ж, подписываемся все. Светлана Морей, да? Как у вас на фейсбуке? Светлана Морей, да? Будем читать интересные публикации. И желаем вам отлично выступить. Спасибо большое. Спасибо вам.